Встреча с Борной России 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полторы минуты отделяют нас с вами от второй игры сборной России на чемпионате мира в Словакии В соперниках сборная Словении И стадион почти что заполненный в цветах России и Словении, которые очень близки Так что в любом случае визуально сегодня на три года все болельщики будут как бы наши Но так вот когда мы подходили к стадиону, наверное все-таки словенцев побольше Основные силы российских болельщиков прибудут к плей-оффу, второму групповому этапу Словенцев здесь не так уж и мало оказалось Сегодняшнюю встречу обслуживает интернациональная судейская бригада Сорен Персон, главный арбитр из Швеции Дэнни Курман, главный арбитр из Швейцарии Не такие главные, но тоже интернациональные весьма Швейц Кристиан Тиллер Квист Юнсон и Словак Мирослав Валыч Ну а ваши комментаторы Заслуженный тренер России Сергей Гимаев Здравствуйте, Вараем телезрители И Александр Ткачев Александр, вы вот так сказали Лучшего соперника, чем Словении, не придумайте Я с вами согласен почти во всем, кроме одного Впервые, наверное, за все последние годы В случае проигрыша Словении Мы можем не выйти из группы Ну это, конечно, смеются Но на самом деле вот такая ситуация сложилась Ну, да, но одно другому не мешает, Сергей Геннадьевич Представьте, на месте Словении Сейчас была бы, ну скажем, Словакия Вот как-то из-за схожести, да? Нам со Словакией играть Но лучше-то со Словенией сейчас Вот мы тут тройки поменяли Сейчас я об этом расскажу Мне кажется, со Словенией лучше Ну, так кажется Я с вами согласен Да, я и говорю, что Ну, в общем, давайте не будем пока про эти страшные варианты Тем паче вариант проиграть Словении Ну, как-то не верится даже в то, что это Имеет смысл рассматривать Евгений Набоков в воротах сборной России Здесь никаких изменений Константин Барулин в запасе И пятерки сборной России Которые Вячеслав Быков основательно перекроил Илья Никулин и Николай Белов Вместе по-прежнему в первой паре защиты Пятый Никулин 44-й Белов Первая тройка нападения сегодня Хорошо знакомые друг другу люди Денис Зарипов 25-й Алексей Морозов 95-й И их центральный нападающий Сергей Зиновьев 42-й Вторая пятерка Виталий Атюшов и Федор Тютин Пара защитников 27-й и 51-й Алексей Деренщенко в центре второй тройки У него 23-й номер И его края Александр Радулов 47-й Илья Ковальчук 71-й Третья пара защиты Дмитрий Калинин, Константин Корнеев 7-й и 22-й И нападение Алексей Кайгородов 55-й Вместе с ним Евгений Артюкин и Максим Афиногенов 49-й и 61-й номера Ну и наконец четвертая пятерка сборной России Дмитрий Куликов и Алексей Емелин 43-й и 74-й И тройка нападения Звено в центре Которого Константин Горовиков 21-й номер Грая Николая Кулемина Владимир Тарасенко 41-й и 91-й номер Ну и про словенцев расскажу чуть позднее Так активно начали Первые 48 секунд словенцы провели весьма интенсивно У нас есть чем сравнивать Мы видели игру сборной Словении против сборной Словакии По ее итогам Президент нашей федерации хоккея Владислав Третьяк сказал Что словенцы даже вроде как не слабее немцев Ну мне показалось что все таки несколько слабее немцев Конечно слабее Да но Тем не менее В принципе у словаков со словенцами проблемы были С подопечными матерца Копитера Которого нам сейчас показывали Хотя здесь его зовут Копитером Но вроде как в Словении Принято произносить фамилию Копитер Выбирайте сами как вам больше нравится По-словацки по-славенски Да хоть по-русу Шайбу шайбу доносится с трибун Пока что возможностей помучить Андрея Хучевара у наших хоккеистов еще не было Но лиха беда начала еще 59 минут для этого есть Атюшов бросал Шайба попала в собственного нападающего на пятачке Терещенко нет Не удалось закрепиться в зоне И не удастся сейчас закрыть зону Атюшова Придется возвращаться в среднюю Вот теперь Радулов пошел в зону Что дальше? Дальше передача за Ковальчука У Ковальчука бросок не очень получился Зато получилось положить щиток у Андрея Хучевара Первого номера сборной Словении Первого номера это по поводу того что у него на свитере Так то и Хучевар и Кристен полноправные, равноценные вратари Так собственно было и на предыдущих чемпионатах мира Они одного возраста Примерно одного масштаба заслуг И поэтому играют чаще всего по очереди Вот сегодня пришла очередь Хучевара В прошлом матче играл Эберт Кристен Стал лучшим игроком встречи Но вполне заслуженно То что вот команда Германии выиграла у россиян Для словенцев это неприятно в принципе Потому что как бы они все равно рассчитывали на то Что ну два матча со Словакией и Россией Это тяжелые, но трудно выигрываемые игры И матч из Германии будет определяться команда Которая будет бороться за выживание Вот эта победа планы словенцев сильно изменила И теперь вот надо им постараться По крайней мере помечтать об этом И постараться в любом обыграть сборную России Или какие-то очки набрать Ну в общем-то да Знаете как, плод тот кто не мечтает И так далее Продолжение существует При счете 0-0 Да, фамилии сами по себе еще не играют Хороший бросок был у Максима Афиногенова Хороший еще и с точки зрения того Что Артюхин своим мощным корпусом Пытался и заслонить видимость Галкиперу словенцев Ну и может быть еще на что-нибудь рассчитывал Не получилось, тем не менее эпизод хороший Две с половиной минуты сыграно в первом периоде Давайте теперь к составу сборной Словении Обратимся Андрей Хочевархов, я говорил вам Защищает ворота сборной Которую руководит Матиаш Копитар Первая пара защитников Грегорий Кужник 18-й, 28-й Алиш Кранец Кранец, который забросил шайбу в прошлом матче И кстати, да, я сказал, что Кристен был признан лучшим игроком Лучшим игроком-то был Кранец признан Но Кристен просто очень хвалили в прессе после этого Ну, кстати, справедливо А вот этот самый Кранец, защитник, забросил шайбу Которая, мягко говоря, стала неподаркой для сборной Словакии И помимо этого, стоит отметить, что он сделал это очень красиво Все-таки защитник ускорился, отлично обыграл вратаря Это я так, для тех, кто не видел игры в сборной Словении Первая тройка нападения Здесь очень важные для сборной Словении люди Два брата, Дэвид Родман и Марсель Родман Двенадцатый и двадцать второй И Томаш Розенгер девятый Уталение в команде из Словенцева Да, ну и с остальными Словенцами мы познакомимся поясним Пока Макей Хочевар Было нарушение, атаковали Тарасенко Который не владел шайбой, все справедливо Макей Хочевар заработал две минуты Так что Андрею Хочевару ближайшие две минуты Выпадут непростыми, скорее всего Первая тройка, первая тройка Плюс еще нападающий Кулемин и один защитник Никулин Вот так сейчас выглядит спецбригада большинства отборных Вчера наигрывали эту комбинацию Ну, вернее, сочетание И, конечно, это очень здорово, что наши тренеры пытаются, в общем-то, использовать по максимуму Но я лично вот не понимаю для чего Для чего четвертый нападающий? Для чего, почему здесь не может спокойно играть Куликов на позиции, вот куда выходит Кулемин? Для чего? Который играет великолепно в большинстве И не просто так человек, хоть ему там 21 год, он играет 25 минут В одной из команд национальной хоккейной лиги играет все большинство А у нас он в четвертом звене выходить в большинстве не будет И для чего Кулемин, который никогда на этой позиции не играет В Торонто? Да На сеней линии не играет Конечно У него другие козыри, абсолютно Он не распасовщик, и тем более на позиции левого защитника Кулемин в большинстве лет появляется в Торонто, не в первой, причем, спецбригаде Но никогда не в роли защитника Не, ну я просто говорю А ведь еще такая ситуация уникальная сложилась Вот в российской сборной она, ну никак там не зависит от тренеров Просто вот на, допустим, на чешских играх у нас вообще ни одного праворукого игрока не было Сейчас единственный праворукий игрок в сборной России редко вальчук Вот это просто вот удивительно и просто Почему так в России приличный праворукий игроков нет? Хотя в общем-то в сборных обыкновенно Ну где-то треть минимума это праворукий Хороший вопрос А ответ дадите? Ну, да нет, ответа нет Почему? Я тут же никому претензий не имею Нет, я не к тому, что претензий Я к тому, что, ну вот любопытная версия хотя бы какая-то Не знаю, как получилось, что в сборной России праворукий нет 35 секунд есть еще у сборной России Как раз единственным праворуким на льду с Ковальчуком, который сейчас пытался просочиться в чужую зону Сборная России устроила сама пробросы, поэтому вбрасывание было изначально у ворот Евгения Набокова Тем не менее сейчас добрались до чужой зоны При помощи соперника в ней закрепились и 1-0 Виталий Атюшов отправляющая белая Великолепный бросок сходу Вот как раз мы говорили дольше про праворуки Вот у нас Атюшов леворуки В позиции правого защитника Он прямо сейчас в центр бросал Он, наверное, из наших российских защитников лучше всех это делает За металлургом просто великолепно Подстраивая под шайбу, сильно точно бросает Мы об этом постоянно говорили Вот сейчас мы увидели Спасибо тебе, Матей Сказал Андрей Хочевар Хочевару Вратарь Хочевар пропустил первую шайбу в этом матче Как результат удаления нападающего Матея Хочевара Давайте теперь знакомиться с составом сборной Славиники Который уже уступает нам счете от души Сейчас еще просто два слова Не очень удобная даже была шайба для броска сходу Но попал идеально Атюшов Плюс надо отметить Терещенко, который закрыл вратаря Ну и плюс передачу отдавал Ковальчук Состав Славянцев Я называл вам первую пятерку Так что ее так просто коротенько напомню Защитники 18-28 Кузник и Кранец Нападающий Разингер 9-й капитан команды И два брата Родмана 12-й и 22-й Вторая пятерка Блаш Грегорч 15-й защитник номер 15-й И Митя Роберт 51-й номер В нападении Жига Джеглич 8-й Рок Тичар 24-й И Роберт Сабович 55-й Третья пятерка у сборной Словении В обороне Андрей Тавчель и Клемен Претнер Четвертый и 21-й В нападении Митя Шивич Жига Панце Рок Паич 10-й, 19-й и 76-й Ну и наконец Четвертая пятерка Демьян Дерварич 23-й И Сабахудин Ковачевич 86-й Это защитники Матей Хочеварч Ее удаление реализовала сборная России 14-й Бостян Галичич 71-й И Андрей Гебр 84-й Вот, закончили С непростыми славянскими фамилиями Потому что не все они читаются по тем же правилам Что скажем, словацкие И вообще Несмотря на то, что это самая хоккейная из бывших югославских стран В общем, ни один из хоккеистов Представляющих свою сборную на этом чемпионате мира Большой звездой, прям скажем, не являет Но большая часть этих самых хоккеистов достаточно хорошо друг друга знает Достаточно давно вместе играет Так что, в общем, сборная Словении Не то, что прям уж палец в рот не клади Но словаки напоролись на то, что сборная Словении При стечении отстоять сможет быть соперником неприятно Ну, не забивали моментов Было много у словаков Играли с энтузиазмом Но потом попали на контратаку И в результате так помучились Успешно закончили, в принципе Заработали три очка Разингер и два Ротмана сейчас На льду у сбора из Словении Первая тройка Первая тройка на льду И у нас Зиновьев, Зарипов, Морозов Некая ностальгия Я думаю, что многих болельщиков Восстановление Две минуты? Две минуты, да, конечно То, что Зарипов и Морозов вместе поставили Это абсолютно логично Вспомню, они весь сезон играли неплохо Наконец-то они к чемпионату мира подошли Отдохнувшие бестром С желанием с огромным играть С силами И на чешских играх выглядели Просто великолепно Действительно сильнейшая связка была И это все очень верно Вообще, эта проблема у наших гонок Очень большая То, что, когда приезжают Квачук и Овечкин Им гарантированы места первых двух звеньев Левого нападающего Потому что и четвертой звеной Ни тот, ни другой не приедут Они заслуживают это место На самом деле это проблема Потому что... Терещенко получает повреждения Так что давайте к этой теме попозже вернемся Алексей Терещенко Было столкновение Радулов поехал наказывать Саболича Но, так откровенно говоря Хочется посмотреть повтор Потому что я видел развитие этого эпизода И там не было ощущения Что кто-то умышленно пытался Нанести травму нашему нападающему Но Терещенко, к сожалению, не первый раз Он попадает И повреждает колено Так, вот он момент Вот Терещенко Я не знаю Если это не удаление То что-то удаление Это должно быть Так, не подняли руки Не подняли руки В принципе, в бою эпизоду С латвийским защитником Кулдой К этому вернемся Там тоже разные существуют И результаты, и оценки Да, Алексей Терещенко Сейчас ты на повторе Действительно хорошо видно ногу Саболича Просто коленом Он там даже Выше колена Прямо в бедро Вот во внутренний час Ехал Это вообще Это Не знаю И нет удаления Нормально Не знаю Дай бог здоровья Леша, конечно Откровенно говоря В общем Есть удаление Нет его так Для игры Я думаю Сборная Словении Не главное Главное Чтобы Терещенко Да, конечно Это я тут Согласен Что бы главное У Леши Здорово Продолжает играть В большинстве Сборная России Должно бы быть 5 на 3 Есть 5 на 4 Тем не менее Все равно Надо забрасывать Ковальчук Пока один на синей линии Потому что Атюшов Поехал направо Сейчас Атюшов Уже вернулся Это какой пас Это вот хороший В кавычках Только если пас Получился Назад к синей линии Это дало шанс Словенцам Сменить своих Двух защитников Нападающим Пришлось остаться Еще 50 секунд Даже больше 55 почти что В распоряжении Сборной России Каигородов за ворота Там Радулов Радулов Ищет варианты Открывался вроде Ковальчук Нет Обратный пас Получил Каигородов Атюшов вдоль синей линии Касание Тютин Переводит на Ковальчука Ковальчук Нет Бросать не стал Сыграл с Тютином Еще разок Снова Радулов Время бежит Полминуты В распоряжении Сборной России На то чтобы Все-таки бросок Состоялся Атюшову с этой позиции Бросать Само собой неудобно Радулов к нему Фактически приехал Передача вдоль борта Радулов Сыграл с Каигородовым Так Это все пока что вдоль борта 15 секунд осталось До возвращения Пятого игрока У словенцев Марселя Родмана Вот бросок Ковальчука Тут и Саболич Клюшку подставлял Да в общем И бросок Не очень получился Ну вот к разговору Мы вернемся И еще раз бросок Ковальчука Да К тому что вы говорили Про Я сразу хочу сказать Про Вечкина Овечкин Сейчас сыграл Вы в курсе Сыграл на правом краю Вашингтоне Первый матч Сейчас сыграл еще Сказал в принципе Мне нормально Я готов То есть я к тому Что здесь важно Чтобы не только В Вашингтоне Он был готов Но и он-то я думаю готов В принципе Вот есть прецедент Что Овечкин Может играть И на правом фланге Вот о чем Удаление Удаление нашей сборной Ну так вот Возвращаясь Ковальчуку И Овечкин Вот ход чемпион мира В Москве Овечкин приехал Уже тогда Звездный игрок И четвертое звено Получил Почти не играл Потом все это понимали Пауза Рекламная ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Зиновь Удален на две минуты Так вот Приехал в Москву В четвертый звезд Все понимали Что там его Это неправильно использовать Стали использовать его Больше при игре В большинстве Чтобы какое-то Игровое дополнительное Время получилось Но все равно Не получилось Как следует Чемпионат мира В Квебике Тройка сыграла Великолепно Семен Федоров Овечкин Что там говорит Да Главный герой финала Ковальчук Но решающий вклад Конечно был Звена Федорова Потом Берни Супер Опять Столкновение Опять травма Потом Берни Потрясающая игра Ковальчука Просто потрясающая И Давайте сейчас посмотрим Что тут произошло Жегле что-то досталось По-моему лицо Все в крови у него Алексея Емелина Отправили уже На скамейку Штрафников Да Лечит кровь Так же не сломан нос Оказывается Так Жегле Потянул Площадку Ну то есть получается Теперь у той и у другой Сборной Минус один хоккеист Жегле Если вернется То явно не сейчас И вообще Я думаю что Емелина Сейчас накажут серьезно И так вспоминаю Я думаю очень серьезно Давайте мы сейчас Пять и до конца Да-да-да Я к тому что Давайте Может быть сейчас Тема будет прокол Сказать Или просто потом вернемся Просто это одно с другим Будет увязано Я думаю Ну короче Емелин пять до конца Получает Вот он отправляется В раздевалку И действительно Это Чтобы не говорили Справедливое наказание Толчок в борт Человек разбил Таким образом Минута Пятьдесят две До окончания Штрафа Сергея Зиновьева И пять минут Меньшинства Сейчас От Алексея Емелина То есть Минута пятьдесят две Играть нам втроем Без вопросов Ну а дальше Все равно Играть сколько бы Если вдруг Славянц не забросит Играть В меньшинстве Потому что Пятиминутное удаление Сколько раз не реализуя Оно не заканчивается Убирают сейчас Лед Потому что Весь Участок площадки За воротами Сборной России Где Получил Силовым приемом Это статяжки Очень большое Можно назвать Где Грубо сыграл Емелин против Восьмого Грязно сыграл Грязный был Целую прием Абсолютно Против Серещенко Тут вопросов нет Там тоже Я думаю Какое-то решение будет Если Серещенко Директор Потом Потому что Там Очень грязно Давайте Сейчас Про Кулду Все-таки Скажу Плошу в тему Силовый прием Который Сергей Гимаевич Радека Мартинок Мартинок действительно Пострадал Есть пока такая Противоречивая информация Потому что у него Точно травма спины Серьезно или нет Пока неизвестно Одни говорят Серьезно и точно Насколько серьезно Одни говорят Что есть Микроскопическая вероятность Что он сыграет Другие говорят Вероятности вообще нет Тем не менее У него точно Согрессение мозга Средней тяжести И травма спины И три матча Дисквалификации Получает Кулда Силовой прием Которого Дальше Сергей Иванович Вам слово Был Вот по мне Это был чистый силовой прием Человек голову опустил Как и против Куликова Вот Подавчера По Куликову Слава Богу Жизнь Да Вот это По Куликову Слава Богу Что он играет А там Прозевал Но вот как говорят Что он подпрыгнул Я лично не видел Но действительно Когда так Человек такую травму Получает Ну надо наказывать И жестко наказывать Я согласен Все таки Здоровье прежде всего Это что касается Происшедшего В другом матче Ну а у нас здесь Можно ли Предполагать Что Емелин Наказал Но если он Наказал То наказывать Надо было Другого человека То есть того Кто грубо сыграл Роберта Соболича Тогда уж Ловить И наказывать Пока Ничего не будем Говорить На этот счет Хотя я думаю Что Не понимает Для чего Вот так надо было Играть В общем До конца Но правда 50 секунд Играли Втроем против Пятерых Бросить Это нормально На смену поехать Отдали шайбу Люди втроем В своей зоне И никто не пытается Это брать Это вообще Я давно не видел Такого просто Ну как вот тяжело Ну пойди попытайся Заставить их выбросить Пораньше шайбу Надо поехали Все пятеро Меняться Обижную Тем не менее Это сборная Сумела доставить Проблемы По ходу матча Словак Ну ведь факт Согласен Как Словак и радовались Этой победе Это может быть вопрос Матешу Капитеру Может быть Так Ну вошли в зону Через 20 секунд Четвертый игрок У нас появится Пятером Против троих Прямо скажем Можно уже констатировать Играть именно Пятером Против троих Словенцы Работ не умеют Ну может мы Очень здорово играем Начинка Ну это мы молодцы Конечно Но то как Словенцы действуют Пятером против троих Великолепная игра Набоку Красиво Важный для него В этот момент Важный сейф Потому что Как бы Почти не было в игре И Надо За счет Набирать форму Первый раз Фактически И вступает В игру Серьезно То есть был эпизод Первой смене Но вот сейчас Спустя 9 с лишним Минус Набоку Приходится Вступать в игру Через 4 секунды Вернется Зиновьев И дальше 5 на 4 Если 5 на 3 Так Сподобилось За 2 минуты На 1 бросок Сборная Словении Ну сейчас Надо просто Продолжать Внимательно играть Еще 3 минуты Горовиков Ну кто же Ну кто же так Удалится Чтобы мы 5 на 3 Играли А 5 на 4 Может быть И отрабатывали Я кстати Вот как бы С долей юмора Но ведь на самом деле Может так оно и И Почему я сказал Про Митю Робера Потому что Был момент В начале Третьего периода Со Славаками Когда он приложился К шайбе От всей линии И попал в перекладину В крестовину И там кто знает Чем бы все закончилось Поэтому Если Говорить о игроках О линии обороны Славянцев Кому не надо Особенно давать бросок Вот ему особенно не надо Еще один мог бы Получиться момент До броска Дело не дошло 2,5 минуты Чуточку меньше Еще Играть нам В меньшинстве Бросок Где шайба Шайба У Кайгородова Тем не менее Против него Играет Славянцы Кайгородову Большим трудом Удается Но все-таки Удается С трудом Без труда Главное Что удается Выбрать Шайбе Меняет состав Россияния Сейчас на грани Кстати мы Удаление Были еще одного Потому что Вальчук Поле не покинул А высшее место Нью-Афиноген Подоборолся За шайбу Но по счастью На грани Есталь Меньше Двух минут Уже Минута 45 До окончания Штрафа Который получил Алексей Емелин Той части его штрафа Которая касается Численных составов А так-то Емелина Больше мы сегодня Не увидим Я подозреваю Если Кулда Получил три То Емелина В общем что-то Обязательно Ну не обязательно Но с большой долей Вероятности Выпиши Директор Чемпионата мира Укрой много было Не будем забывать Важный вопрос Что с Алексеем Тереченко То есть как бы Емелин сам это Все устроил И ему вероятно За это Какую-то дисквалификацию Выпиши Тереченко досталась От соперника И не факт Что важно Что не наказали Соболича Бог с ним В данном случае Ведь важно Чтобы у Тереченко Не было серьезной травмы У нас и так проблемы Центральных нападающих В общем это такая Актуальная вещь Я бы сказал Для нашей сборной Минута три секунды Еще Игры в большинстве Моменты периодически возникают Пять на четыре Словенцы действительно Как-то так Поувереннее себя чувствуют Видят четыре соперника А нормально Где-то мы проходили Пять на три Что-то не так Нет Они понимаете Пять на три Они пытались Создать что-то невероятное Там вот так разыграть Так что делать Для них невероятно и было Сергей Владимирович Пять на три Вот это да Они пытались Очень академично сыграть А вот пять на четыре Они просто выводят на бросок Бросают и добивают Академично Это термин Который применялся КГС Борной России Ну КГС Борной Германии Академично Бывает Такой термин А неплохо Кужник набрасывал Опа Зиновьев Отправил человека На нашу лапку Да нет Это не на нашу лапку Это что там делает Наш администратор Да Она была не закрыта Единственное место Где Абсолютно Вот Можно Получить травму Из ничего Это как раз Скамейка запасных Именно вот эта Дверка Калитка Потому что углы И Илья Квальчук На синей линии Шайбы Получил Торопиться Сейчас Совершенно точно Не буду Потому что Еще 15 секунд Играть в меньшинстве Длиннющий этот Отрезок Сборная России Выстроила Может быть Выстроила громкое Слово Но славянцы Кое-что Все-таки создавали Надо было Сыграть внимательно Сыграть надежно С этим Сборная России Справилась Здорово сыграла И тогда Требылось от него В эпизоде Еще в концовке Игры 5 на 3 Здорово сыграла На бок Ну надо отметить Что действительно Наша сборная Мечаце сыграла Великолепно Еще потренировалась В этот компонент И не хотелось Этого Ну кстати да Хорошая тренировка Получила Как раз появился Тарасенко И сразу получил Голевой момент Тарасенко появился Потому что он Отбывал штраф За Алексея Емелина Алексея Емелина Который Уже до конца Игры удален Ну а у нас Пауэрбрейк Энергичные Пауэрбрейкеры В желтом Зачистили Лед Зачистили Защитное стекло Там где за ним Скрываются Телекамеры Ну а у нас есть Еще сейчас Наверное Необходимость Вернуться Теме Которую Собственно Мы с вами Обсуждаем Ковальчук Овечкин И вот получалось Что буквально Все левые экраны Оказались Игроки сборной Ну которые Из КХЛ Или НХЛ Заложник этой ситуации Что место Для Ковальчука И Овечкина В первых двух звеньях Было гарантировано И получалось Что Зарипов Играя супер Супер У нас Чемпионат Практически Практически Никогда Не играла С Морозовым Потому что Морозовым Нельзя было Четвертый звено Или третий Опускать И вот эта связка Почти не играла И вот наконец Морозов и Зарипов Стали играть вместе В сборной Ну и вообще Вот в этом году Такая ситуация Во-первых Все меньше Хоккеистов Из России Играет Национальный хоккей Лиги Уже сейчас Там или звезды Или молодые Игроки В основном Поэтому уже Такого вот Внимания Со стороны И тренера сборной И руководки Там Федерации Какие Нет За десятилетия В два с половиной раза Ну да Раньше почти 70 Семьдесят один человек Был 10 лет назад Сейчас Там на 33 Это я думаю С теми Кто выходит В два раза За сезон Да-да-да-да А так 20 максимум Ну и вот сейчас Уже такая ситуация Что Костяк сборной Составляет Кокисты КХЛ И Уже нет Никаких В общем Никакой нужды Для тренера сборной Какие-то гарантии Давать звездам Которые приезжают Из национальной Какими-нибудь Такая звезда Вот здесь Определенная Это конечно Илья Ковальчук И все Все остальные Имеют равные права Радулов Ковальчук И Горовиков Такая тройка на льду Не будем забывать У нас Нет Алексея Терещенко Ну и собственно Даже если он сможет вернуться Что очень маловероятно По-моему Потому как он С трудом покидал лед Это явно будет не сейчас Заканчивая Тему Применителя К тому Что вот я сказал Эксперимент Брюса Будро Теоретически Может помочь Сборной России Если в ней окажется Александр Алис Не обязательно в этом году В ситуации Потому что он сыграл справа Да Ну в принципе Ну такой супер Какой-то звенок Вообще у нас Самая главная проблема Вот тут они падают А не левая Или правая Потому что правая У нас все в порядке Давайте идеальную картину Пересвать И Датсук Более против Детройца и Гошантаза Болеть против Нехорошо Давайте Болеть просто За экзапир Артюхин Шайбу подобрал Артюхин и Финогенов Вместе Ну и сейчас Сергей Зинович Приходится Центральным нападающим Ротировать И сменять Другружку Потому что Их теперь Не хватает Давненько Сборная Словении Ни на что серьезная В атаке Не могла сподобиться Собственно с того момента Как закончилась игра В большинстве Словенцев Те пять минут Которые Они играли Пять на четыре И пять на три Афиногенов Шайбу в зону забросил Артюхин Артюхин Сперва так Легонечко подвинул Соперника Чтобы вообще не мешался Ну а дальше Уже стал искать Дальнейшие варианты Куликов Не смог сохранить шайбу Неудачно ее останавливал На синей линии Николин С Артюхином В пас играют Всякие ситуации Вот То что Мы играли Допустим И втроем И то что Мы ни в коем случае Не имеем права проиграть Она и тренер Она и тренер В сборной Заставила Думать об этом И если вот допустим На чешских играх Там очень много Афиногенов И Артюхин играли В меньшинстве Здесь все На книгу Потому что Только опытные Тот же Гравяков Который Действительно Очень здоров От Кереченка Женец Второй Наш Центр Который играет Очень хорошо В меньшинстве Поэтому Нагрузка Выпала На тех Кто Играет здорово Но и уже Никаких Экспериментов Не было Мне кажется И хорошо Да Бросок От синей Линей Федор Тютин Бросал Но момент Броска Видел Хочевар Поэтому Успел Все правильно Сделать Занял Правильную Полицию Жену Прилетел К нему Так Возвращаясь К историческим Событиям Да Действительно Нам ни в коем Случай Нельзя Сегодня Проигрывать После того Как мы исторически Проиграли сборной Германии Впервые Но это не единственный Исторический Впервые На чемпионатах мира 33 раза И вот как раз Проиграли Первый раз Но еще одно Историческое событие Случилось вчера Того же самого Масштаба и калибра Потому что Впервые за 61 год Сборная Норвегии На чемпионате мира Обыграла сборную Швеции И в общем Тоже такая Любопытная ситуация Сборная Норвегии Правда Команда Которая безусловно Прогрессирует Но вот до этого Только один раз Была ничья С шведами Вот норвежцы Историческое событие Совершили Норвежцы Которым очень многие Симпатизируют На любом турнире На Олимпиаде На чемпионате мира Потому что Команда без звезд Но очень старая Две с половиной минуты До конца первого периода Который из-за Различных причин Которые приводили К удалению Оказался таким Разбитым На несколько Абсолютно Разных отрезков В бросок Сейчас с этой позиции Бросал Калинин Который Некоторое время назад Удачно бросал Атюшов Но правда Некоторые уже Достаточно большое Время назад Потому что На пятой минуте Виталий Атюшов Забросил он в большинстве В ассистент У него Илья Ковальчук И Александр Радулов Две Двадцать две До конца первого периода Сейчас первое звено Сборной России Как раз вот именно здесь Все кто вместе И появлялся Первых минут Виновик Морозов И Зарик Никулина Белов бросал Поворотом Отобрали шайбу Словенцев В их зоне Самое примечательное Наверное Ну из Такого Раздела Любопытное Это количество тренеров Иностранных Которые сменили Сборной Словении За последние годы Ух ты Ничего Ничего Так неприятный Бросовки Бросовки Был Обыкновенный Неприятный Для того Кто его ловил Неприятный Момент Что шайбу На боку Не зафиксировался Так вот С 92 года Сборная Словении Сменила Иностранных Тренеров Разных Национальностей 6 штук Наверное Мировой рекорд Что убежит Доровиков Апиногенову Убежать то Убежал Интересный момент Выбил ты Шайбу Выбил Но Не выбраться Для него Клюшку Так Наверное По факту Ты отпустил После того Как выбил Судьи Это и так И решили Хотя Удивительно Что Апиногенов Не смог Уйти И потом Обычно Как раз В этой ситуации Ногу ставить Клевую Так что Даже не подобраться Клюшкой Минут Апиногенов Погоним И Два раза В протоколе По итогам Первого Периода Будет Число 27 Правда С разными Интонациями Я бы так Сказал Потому что 27 Это номер Человека Который Забросил Шайву Виталия Тюшова Их ты Сейчас Этот момент Уже Зрозает Реально Голевых Роберт Соболич Сейчас он Один Астон Интересный Вопрос Нам Повезло Ковальчук Но прозвучала И И Снова Добро Пожаловать В Братислав Чуть Меньше Минуты До Начала Второго Периода Сборная России Уже Появилась На льду Сборная Словении Как раз На льду Появляется В эти Секунды 1-0 В пользу Россиян И Масса Разнообразных Событий По Ходу Первого Периода Так В принципе Наверное Можно Что-то Выделять Как главное На ваш взгляд Ну Вместо Спокойной Игры Как бы Получилось Что Действительно И травма Терещенко И удаление Емелина Из-за этого Там все составы Сейчас Перекроятся Но Вот это Самое Неприятное В игре А В целом В общем-то Это А приятно Ну Приятно Ведем В счете 1-0 И С хорошим Строением Команда Играет Вот это Приятно Зиновьев Морозов Из-за Рипов С Никулиным И Беловым Первая Пятерка Сборной России Начинает Второй Период Собственно Как начинала И первый Два Вопроса На которые В принципе Ответ Более или менее Понятен И на один А другой Ответ По глобике Должен быть Одинаковым Вернутся ли Те Кто получил Травмы Один Хоккеист Сборной России Один Хоккеист У Горной Словины Честно говоря Сомневаюсь Что мы увидим Терещенко Но Не менее Сомневаюсь И то Что мы Увидим Травмированного Жигу Тут меньше Сомнений В принципе Крови много Да Там Неприятно Но это Всего лишь Образ Ну то есть Там есть Какие-то Шансы Что это Не перелом Спокойно Доехал Я думаю Там Визором Себе Побредил Одну Мягкой ткани Ну посмотрим Опять же Пожелаем Здоровья Всем Бросок Капитана Сборной России Бросок Не получившийся Шайба Высоко Высоко Взмыло И над воротами Андрея Хочевара Пролетело За ними Приземлило На что Обратим Обратим внимание В принципе Наши Как бы Нападающие При первой Возможности Как только Видят Что Защитник Обладевает Шайба Или твой Партнер Очень резко Уходят По дальней Синей линии Не растягивает Оборону Соперника И сегодня Уже Несколько Раз Проходили Вот эти Продольные Передачи Легенда Российского Хоккея Вполне Президент Федерации Хоккея России Вполне Логичная Подпись Но Если уж Подписывать Могли бы Подписать И должность Тоже Мне кажется Ну тут Больше Им Должность Конечно Должность Отсережника Писать Рядом С Владиславом Третьяком По-моему Александр Медведев Сидел Но Как-то Почему-то Не показывали Не опознали Горовиков С Радуловым Уже В чужой зоне Ковальчик Только что Туда добрался Тютин и Корнеев Пара защитников Корнеев От синей линии Вглубь зоны Шайба И мимо Радулов И мимо игрока Сборной Словении Просочилась Нет Выберутся Без проблем Сейчас Словенцы Из своей зоны Добрались До чужой С бросками У первого У первого Звена В сборной Словении В первую очередь Был неплох У второго Если вспоминать Особенно Роберта Соболича У которого У одного Было за период Два отличных Момента Которые он Не сумел Реализовать Ну и Спасибо ему До этого Но в принципе Остальные Меньше На виду Тем не менее За первый Период Десять бросков Сборная Словении Нанесла Другое дело Что значительная Часть этих бросков Пришлась найти Пять минут Когда Словенцы Играли в большинстве Причем в основном Не пять на три А пять на четыре Пять на три Как-то у них Не очень Ни один бросок За это время И вдвоем Бегут сейчас Конторатаку Словенцы И прощают Нашу оборону Прощают Прощают По удалению Это будет Вот это мне Стало напоминать Матч Словакия Словения Вот этот эпизод Сейчас С нашей игрой Чем? Тем что Словакии Создавали моменты Для славянцев Тоже неоднократно То есть Своей Безалаберности В обороне Словакии Не раз Создавали шансы Для славянцев Вот чем Мы сейчас Безалаберности Делаем Мы сейчас Потрясающе Сыграли в обороне Сыграли плохо Но действительно Смена состава была Поэтому И убежали люди Там два в один И оттуда Но опять Это невнимательность И дальняя скамейка Опять А то есть Нормально все Это плохо было Но Вот дальше Просто если бы Умел хорошо Бросать поворотом Жига Панца Кто знает Какой был бы сейчас Две минуты Две минуты игры В большинстве Для сборной Словении Далеко не первый раз Ну собственно Было Пятиминутное удаление И фактически Две минуты Из него играли Пятеро против Троих Словенцы Правда Ничего из этого Не выжили Серьезный момент Был 5 на 3 Один 5 на 4 Еще один Афиногенов На Артюхина Сейчас они появились В меньшинстве В принципе Конечно надо И использовать Вот Вот это Сколько должно быть Две минуты Уже поднял 5 на 3 Будем играть Чем Интересно Андрей Хочевар Не угадил Евгения Артюхина Хочется спросить Ну вот Давайте посмотрим Павто В принципе Артюхин Ты мог раньше Конечно Угра Заложить И вылезать А уже потом Это было Непросто И он не стал Избегать Столкновения Ну а В лотарях Когда влезает Там 120 килограмм Тренированных мысл Это неприятно Хранили Давайте Смотрим Что получилось Я бы Сильно Еще видите Вратарь Головой Абстан Ударился Да Но я бы Все равно Сильно Поостерегся Говорить Что Артюхин Не хотел Этого Столкновения Он еще Так и руку Приподнял А у него Рука Такая Огромная Я просто Все к чему Роберт Соболич Человек Который Не был Наказан Судьями И не был Наказан Нашими Игроками То есть Вот за что Кто-то Емелин Вырубил По полной Программе И нанес Повреждения Одному Хоккеисту Сейчас Артюхин Галкиперу Сборной Словении Ну Как-то Я к тому Что Если уж Хотели Кого наказывать 55 номер Как бы На льду Все были Все же Понимают Вот Причем Здесь Первый Номер Сборной Словении Еще разок 5 на 3 Артюхин Получил 2 минуты Сборная Словении Будет играть Еще минуту 15 Пятером Против Троих Первая Тройка Сборной Словении Пытается Забраться В чужую Зону Но Просочиться Вдвоем Мимо Одного Кулемина Получается С огромным Трудом И еще раз Получается С огромным Трудом Но со второй Попытки С трудом Но выходит Кранец Автор Единственный Пока что Шайба Сборной Словении Человек Который Забросил ворота Сборной Словакии Разенгард Караулит Одну Штангу Один Из братьев Родмана В другую Кстати Шансов На добивание У славянцев Более чем Достаточно Вот так По этим Сколько 20 Почти Что 5 Минут Я припоминаю На пресс-конференции После игры Сборной России Когда еще Словенцы Не играли Был вопрос Словенского Журналиста Главного Тренера Сборной России Вы будете Смотреть Игру Я к чему Вот сейчас Словаки Наверняка Смотрят Игру Сборной России И мне кажется То количество Моментов Которые Сегодня Вокруг Набокова Возникает Когда не очень Быстро Расчищаем Пятачок Словаки Могут Это заметить Ну там Больше Намного Классных Игроков Мастеровитых Вот сейчас И момент Был Когда бросал Словенский Защитник Там вот Такой угол Был Братарь Был закрыт И вот Туда не бросил Бросил Набокова Ну или Защитника Попал Куда мог Попал Куда мог Туда и попал А допустим Хоцца Или Димитр Попадут Куда Именно Про это И говорю Метеороб Разобрался Чужую Зону Еще 25 Секунд До возвращения Четвертого игрока У сборной России Замах Бросок Отбивает Набоков Очередной шанс На добивание Очередной Сейф Евгения Набокова Сейчас Набоков Отбил Затем Отбил и поймал Хорошую игровую практику По любому В любом случае Для набоков Да С точки зрения Набора Как раз Да Игровой практики Все хорошо Еще Штука Для них По крайней Мере И шанс Почему Не увидел Зиновь Обычно Все Видит И как Он не Увидел Кригородова Странно Мне кажется На крыльях Ему Клюшки Может быть Он даже Не посмотрел Видели Что Вверху Выбрасывал Шайбу Если повторять Мне кажется Что Может Он Вверху Как раз В направлении Кригородова Там Прямой Пас Проходил Не Перекрывался Конечно Такую Подкидку Делают Если Через Кого Или Пас Через Борт Дают Если Надо Все Вывести Один Но Тут По прямой Откривался Пятером Сборной России Вернулся Артюхин Мчит он Чужим Воротом И к Облегчению Наверное Хочевара Артюхин В него Не врезается Делает Передачу Направо Там Владимир Тарасенко И Уходя От столкновения С ним Я вот Пытаюсь Понять Как это Произошло Вот давайте Повтор Очень устать Да Теряет Равновесие Марсель Родман И теперь Хочевару Достается От своего Хоккеиста Вот кому Не позавидуешь Так это Хочевару И не с точки Зрения Того Что Сборная России Уже Очень Много ему сегодня Работа Создала Просто Сперва Могучий Артюхин Теперь Собственный Нападающий Умение держать удар Вот У него Без всякого Переносного Смысля Не выдержал Причем Хочевар ты выдержал А вот Ворота Не выдержит Придется Сейчас Ледобурить Ледодрелить И там Пока пауза Пока пауза Как раз Мы сегодня Говорили По поводу Отсутки Праворуски Игроков На самом деле Это далеко Не смертельный Тоже звено Федисов Касатонов Ларионов Макаров Все были Леворуски Поэтому там Это не страшно По большому счету Но с другой стороны Это сильно Ограничивает Как бы Возможности Команды Что вот Эти броски Сходы С левого края Они практически Отсутуют Хотя это опять же Не всегда так Отсутки Левшей Допустим В футболе Тоже Не страшно Но плохо Допустим Левша Не обязательно Играет Там на левом крае Нет Но всегда Хорошо быть Богатым И здоровым Конечно В идеале Конечно На самом деле Удивительно Я так случайно Когда это Обратили внимание На это Я так даже Не поверил Что так может быть Что праворудки Игроков Какой-то сборной Починет Сборная Словения Бежит в очередную Контратаку А вот кстати Словакия Сказал Если они наблюдают У них наверное Дежавю То есть они смотрят Как играет Сборная Россия И говорят Так мы тоже так же Точно так же Давали им шанс Вот правда Словенцы Сборной Словакии Одну забросили Сборной России Отчаянно Не могут забросить Хотя моментов Мы им предоставили Для этого И не только 5 на 3 И в равных составах Первая тройка Сборной России Морозов Катился в зону Зарипов Ждал развития События уже на дальней штанге А события дальше Пошли не по нашему плану Очередной Контр-выпад Зиновьев вошел в зону Появился уже Радулов Смена продолжается Появились Куликов и Никулин Ну вернее Никулин пока остался А Куликов появился Самая хоккейная Республика Бывший Югославии Играет сегодня С нами Сборная тем не менее Которая серьезных успехов Конечно Ну скажем пока Мало ли как бывает Не добивался Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаются команды Они далеко не уходили Просто на время паузы Подъехали все хоккеисты Клавка Включая вратарей орбиты Улучшали состояние льда Непосредственно перед Воротами сборной Словении Где регулярно В этом периоде Падают свои и чужие И поэтому Видимо состояние Был не ахти Передача на Ковальчука От Радулова Но Шайдон не дошла Здорово в данном случае Ну хорошо по крайней мере Сыграл Словениц Еще один шанс Здесь передача До Горовикова Того вовремя накрывает Это Грегорий Кужник Был защитник Один из ведущих Защитников сборной Словении Человек который Много и успешно играет Радулов Горовиков Ковальчук по прежнему На льду Вошел в зону Радулов Оставлять шайбу Партнера не стал Забрался с ней За ворота Адресатом паса Был Горовиков Но рядом с ним был соперник Так что Бросить просто не дали Плотно играет И вот Несколько моментов Таких уже Мы видим В втором периоде Олег Зарок Просматривает Встреча Ну для Олега Зарка Это тоже встреча С этими командами Неизбежна Ну и Александр Поляков Играет со сборной Словении Одна заброшенная шайба По прежнему Словенцы состав Поменять не могут Сборная России Выпускает Зиновьева Кулемина Тарасенко Передача Передача-то не нашла Адресатом Если бы Нашла То опять был бы Шанс для бросковой бой Митя Шивич Пас делал Достал Сейчас Тарасенко Хорошая комбинация Они с Кулеминым Провели Чуть-чуть Передержал шайбу Тарасенко После этого Числовый прием Применил Блаж Грегор 1-1 Разводит руки В стороны На боку Я думаю Ему в данном случае Это не поможет Потому что ворота Были взвинуты Давайте посмотрим И контакт с ним был Уже по-моему После того Ну конечно Сейчас посмотрим Кстати даже не видел По-моему момент броска Потому что там Плеты Но Здесь человек Который забросил Это один человек А человек Который ему ассистировал Это защитник Который Закатился за ворота Получил шайбу Вкатился в зону Закатился за ворота И верхом Сделал передачу На пятачок То есть только раз Были передачи низом Что видимо Уже решил Что Блаж Грегор Что надо Как-то иначе И вот момент Когда он делает передачу Ну да Ворота-то тоже были взвинуты Ну проснует Будет Сейчас совещание В виде гола арбитра Но все было после Врезался в арбитра Врезался на вратаря Человек Да В высоко поднятой клюшке Точно не было И врезался В Набокову человек Который шайбу забросил И коснулся он ее задолго Ну как задолго По меркам данного эпизода До того Как он столкнулся с Евгением Андрей Хеббар Нападающий Четвертого звена Сборной Словении Словении Конечно сложно Конечно сложно было На месте защитник Там и Тюшов был у нас И Морозов Как бы опекал Что с лету Так можно удачно забросить Ну Между тем Шайб попала В ворота Посмотрим сейчас решение В виде гола арбита Ну Судя по всему По поводу Автора заброшенной шайбы На центр Показывает арбитр Так вот По поводу Заброшенной шайбы И ее Этой самой шайбы Автор У сборной Словении Помимо тех Кто играет дома Большинство Играет в Европе В Австрии В первую очередь И в Италии Но Андрей Хеббар Человек который Заброшен Играет И в Олимпии Словении Но часть сезона Провел в Колорадо В Колорадо Иглз И при этом Написано Канада То есть как-то Это в гайде Сборной Словении То есть каком-то Канадском Колорадо Провел он часть сезона Что это за Канадский Колорадо В ней неизвестно Тем не менее Человек Какой-то низшей Людей Северной Америки В этом году Был Вот теперь Забросил в сборную России Для него это Четвертая шайба За сборную И третья На Высшем уровне Дивизионе Илья Ковальчук Крупным планом Был Половен Скаменщики Штрупников И кто там Словен Дэвид Родман Марсель Родман Дэвид Родман Ну не Дэнис Заранее Тогда бы он точно Жил в Сочи Бросок Родмана В итоге Все-таки состоял С поворотом На боку Но два броска В этой атаке В сборной Словении Это притом 4 на 4 Это не 5 на 4 Мы говорили Что много удалений Что сами виноваты Но Я скажу Выигрывать дисциплину Очень ужасно Человек хочет Врезается в латаря Человек толкает Спину человека Задели Отмахивается Это да Это Словения Да Мы все равно Выигрываем 4 и 6 Может разным минутам Это даже если вы Через 20 минут Дисциплинарно Все Но 13 Здесь важный нюанс Вот просто так Чтобы уточнить Чтобы не оставалось вопроса Единственный вопрос По судейству Ну потому что У нас Могут найтись Некоторые боевики Которые скажут Что нам Судьи К нам плохо относились Единственный в этом матче За половину игры Эпизод с судейством Это то что Не наказали Игрока сборной Словении В стыке с Терещенко Правильно? Игровых моментов Таких вот Где по игре Что-то еще не дали Не было Или отправили Наши Нет нет Тут я с вами согласен Но Другое самое После этого Многое началось После этого Ну грязного приема Против Терещенко Они же бы Тогда Куртусловенцы Поиграли 5 на 3 Почти 2 минут Там многое могло Поменяться В этой ситуации Я сейчас вспоминаю Что по середине матча Словакия-Словения Как раз мы с вами Тоже обсуждали Что Что там с судейством было Тогда праздник Да Тогда был праздник у Словакии Судьи помогли Словакии Потому что Пришлось помочь Потому что Словенцы Отказывались Просто так Организовать праздник Ну не так мы говорили Да Но Судьи Участвовали в празднике Вместе с командой Вот так Мы говорим Через минуту Будут Составы команд Не только равными Но и полными По прежнему 1-1 Вторая половина Матча Россия-Словения Вдвоем Против Тютина Шансы были бы Но подъехал Еще и Атюшов А все равно Шайбу отобрали Словенцы Ну что Убегут 2-1 Акиногенов Зарипов Догнал Последний момент Вернее не догнал А Клюш Тут пел Подставить Здорово Это Сабахудин Ковачевич Защитник Буквально Хотя Подкидка Подкидка Вроде плохой Делал Акиногенов Морозов 5 на 5 5 на 5 Играют Ранят в своей зоне Сейчас Поактивнее В чужой зоне Стали Россияне Действовать Попытка За счет Может быть Прессинга Если он получится Отбирать шайбу У соперника Прям в зоне Славянца Зиновьев Закатился Передача На Радула Радула На Ковальчука Ну если бы Сейчас Ковальчук Забил Комбинация Была бы Конечно Красивой И здесь Очень хорошая В любом случае Ну так она была В Голевая Вот в чем Была бы разница Никулин Накрывает Марселя Родмана Который Очень хотел Убежать Был бы Денис Родман Хотел бы Убежать И забиться Вверх Этот хотел Пикап Радулов Из-за ворот Выехал Передача На Куликова Куликов бросает Но момент Броска Настоль четко Видят Андрей Хочевар Что проблемы Для него Здесь возникнуть Не могло 7.32 Еще играть Во втором Периоде По-прежнему 1-1 Также День 7 by Пр Superior Кайгородов, Артюхин, Афиногенов Такая тройка в нападении у сборной России Пара защитников Атюшов и Тютин У соперника Третье звено Третье звено, в котором Шивич, Панца и Пайч играют Неплохой момент На фоне того, что моментов не очень много Но, конечно, момент, который был у Ковальчука, был поярче Не удалось завершить его точным броском Но и этот тоже в общую копилку-то сойдет Я вот смотрю сейчас, даже не знаю, как-то немножечко в раздумьях Ну, в раздумьях выйти не только мы, но и все наши уважаемые руководители разного ранга сейчас, которые были показываны Я просто назову все-таки соотношение бросков 23-12 Только не в нашу пользу Мы со сборной Словении 23-12 в пользу сборной Словении За 7 минут до конца второго поля Так просто, информационная справка Горовяков на выходе из зоны делал передачу на Тарасенко И Тарасенко повезло, что соперник ему шайбу фактически отдал Но он скорость потерял уже в этот момент Тем не менее, да, уже момент был почти что упущен Горовяков Пошли в зону, положение вне игры Зарифов тормозил, тормозил, но не успел 6,5 минут до конца второго периода Так, если уточнить, из этих 12 бросков сборной России во втором периоде 4 Ленин на Корнеева Корнеев по борту из зоны Там Морозов Зиновьев вдоль синей линии Движется, ждет пока Морозов войдет в зону Он вошел, оставил шайбу Зарипову Зарипов выцеливал Зиновьева Не получилось Возник откуда не возьмись Андрей Хебар Он уже откуда не возьмись Разок появился у нас на пятачке и стало 1-1 И вот как раз Человек, о котором я тоже говорил Правда, Митя Робор в сегодняшнем матче прилично не бросал пока что Он бросал два раза и очень прилично в первом матче Сегодня бросал два раза и не особенно прилично Я вот подумал Мы в первом матче говорили про это Но не обязательно, чтобы все смотрели первую игру в сборной Словении на турнире Я так просто подумал А если бы Аджик Капитер был здоров И если бы Ян Мурсов не играл в новом сейчас фармклубе Детройт Но тем не менее плей-офф там продолжается У сборной Словении так по первым двум матчам против Словакии и России В общем были бы неплохие шансы Ну если мы будем считать, кого нет у сборной Словакии У сборной Словении всего два человека У них в хоккей играет меньше тысячи человек Пять сотых процента населения 980 человек в хоккей И тем не менее команда играет в элите То есть это такой впечатляющий результат Ну если посчитаете, в процентном отношении в России тоже не так много на самом деле Ну не пять сотых процентов То есть у нас явно гораздо больше, конечно У нас и народу больше, я понимаю Пять сотых процентов не может быть У Словенцев? Ну так написано Это я же в умной книжке прочитал, Сергей Ильич Называется «Гай чемпионата мира по хоккей» Первая тройка на льду у сборной Словении Да, сборная России вышла с таким хорошим настроением на игру И в принципе его буквально до этого инцидента с Терещенко Неплохо видно, потом вот что случилось Игры-то нет со мной неприятной Афиногенов к синей линии выкатился, набрасывает Артюкин заслужил, видимо, из Галкипера Но в любом случае закрыл вратаря и подправил И нет, сейчас посмотрим Мне кажется, что напрямую шайду летелось Посмотрим, конечно В принципе Афиногенов заслужил игрой и в первом матче И сегодня он очень старается Те футы, которые Артюкин должен выполнять Он сейчас выполнил на 100 процентов С точки зрения счета, наверное, стало чуть полегче Прямой бросок Закрыл полностью Артюкин и защитник Еще и такой угловой почти подал Афиногенов не видел вратарь Да, исполнил такой, в девяточку угловой хороший 2-1 в пользу сборной России Очень хороший счет на фоне того, который был только что Даже не знаю, что еще к этому добавить Тарасенко, Зиновьев, Кулемин Такая тройка на льду сборной России Куликов не кулем Защитники Панца какую-то очень хитрую траекторию задумывал Не только соперников, но и своих обводить начал На своей синей линии Но в итоге это все и привело Потому что атака в Словенцах не закончилась ничем Шанс у россиян Бросок Зиновьеву Лапсон Хочевар Успел рукой Правой рукой, в которой он плюшку держит Надо было еще успеть ее скинуть А практически во многом похожие шайбы Которые забросили россияне Оба раза дальний бросок И оба раза вратарь был закрыт Да, и оба раза в девятых Взбиваем паутинки С девятых Левых и правых ворот Константин Корнеев Ассистент у шайбы Максима Афиногенова Второй нашей шайбы на этом турнире Тюкин вошел в зону Оставил шайбу Зарипова Тот Морозовый Ну и снова могло бы быть хорошо, изящно и красивый Был бы гол Но атака получилась просто изящно Проброс у славянцев Но они сейчас отбросились от греха подальше Так, в общем, напугала их Эта быстрая комбинация соперника, конечно Близок был Тюкин Он эту атаку начал Он ее должен был и закончить Вот, смотрите, перетача Он не жестко клюшку подставил Чуть-чуть клюшев вывернул И не попал Он свободный Меньше трех минут до конца Второго периода Не задерживаются шайбы в зоне славянцев Придется сейчас Из своей зоны россиянам Начинать атаку Передача от Тюшова оказывается неудачной Славянцы поехали меняться Оживились российские болельщики Они тоже грустно так сидели Хотя их еще пока не так много, как мы привыкли Но и не так активно, как обычно они пока тоже Да, и наблюдают они не то, к чему привыкли Ковальчук, Радулов и Горовиков Такая тройка Калинин и Корнеев Пара защитников у Словаков Словаков такой еще смешанный Нарисовал звено У Словенцев Хорошо, что не у Словаков Галичич перехватил шайбу На красной линии Тут же отправил ее в нашу зону Пока добежали два нападающих Поближе к Набоку Евгению уже спокойно Разобраться, кому делать передачу Артюхин Не торопится сейчас начинать атаку Это звено сборной России, где Ну, в связи с тем, что приходится центральным постоянно менять партнеров Из-за дефицита центральных нападающих Но с Артюхином и Афиногеновым Зиновьев играет очень часто Ну, и со своими постоянными партнерами и вот в этой группе Ну, зачастую тренеры используют так Вот центр, допустим, он выходит во второй связке и в четвертый Почетный И лимон панчет первый, третий Чтобы, ну, так, не дергать всех центров В одном периоде один играет, в двух звеньях, в другом, в другой Сейчас там неизвестно, что с Алексеем Дереченцем, но Матч с Лаваками впереди и играет три центральных тоже Но тоже рисковать свободными местами Пока, наверное, не буду хоть в тренере сборной Посмотрим Бурмистров как раз центральной нападающей есть Да Ну, насколько захотят его использовать Ну, вон-то есть заявки, вот вы совершенно справедливо сказали, чтобы не терять места Я думаю, что это, в общем, с очень большой долей вероятности произойдет Если интересно, здесь можно играть Коегородов катывается в зону Рядом с ним Эфиногенов Кулемин отправился так по широкой дуге К дальней штанге Потом увидел, что Куликов туда едет, притормозил Но шайба не добралась и до Куликова тоже Ну, ты говорили, что там тысяч человек занимаются хоккеем Но вот этого и проблемы словенцев Все-таки индивидуального мастерства не хватает Да, это слава богу по сегодняшнему матчу, что им его не хватает Я причем уточнел, вот эти, я же посмотрел как раз Эти 900 человек, 943 человек официально у ИХС числа 980, вроде бы, с прошлого года, вот число добавили А ей вообще сумма Это мужчины, женщины То есть это вообще всех хоккеистов в стране Не только мужского пола Но и женского, и юноши Вот это все, кто есть Ранят со входа в зону Бросил по воротам Набоков решил шайбу не останавливать Решил ее выбросить Но, в принципе, в любом случае время практически заканчивалось Второго периода прозвучала сирена 2-1 в пользу сборной России Андрей Хеббар забросил в наши ворота На десятой минуте Максим Афиногенов вывел вперед сборную России На шестнадцатой минуте второго периода 2-1 Между сборными России и Словении Вторая игра на чемпионате мира для сборной России Игра, в которой после первой игры Было обещано, что сегодня будет совсем другой хоккей Совсем другой Вот третий период есть для того, чтобы его продемонстрировать Если честно Не, ну классный хоккей обещали через неделю Настоящий Ну сказали, совсем другая будет Да, сегодняшняя Да, по сравнению с немцами Если взглянуть на соотношение бросков после сорока минут Я говорил вам по ходу То 25-13 в пользу сборной Словении После сорока минут игры 10-8 и 15-5 Причем 10-8 это в периоде, где мы пять минут играли в меньшинстве А 15-5, где не играли пять минут в меньшинстве Из 25 бросков четыре на счету Грегори Кужника По три урока Тичера Роберта Соболича и Андрея Хебера Автора заброшенной шайбы У сборной России 13 бросков И по два на счету Максима Афиногенова Автора заброшенной шайбы Виталия Атюшова, автора заброшенной шайбы И Ильи Ковальчука, который пока не забросил Будем надеяться пока Но сделал голевую передачу Да? У Атюшова Ковальчука Радулов В ассистентах В шайбе, которая была заброшена на пятой минуте сегодняшнего матча У Афиногенова Константин Корнеев В шайбе, которая случилась на 36-й минуте Ну а между ними Гол Хебера И в ассистентах у него Грег Первое звено, как и предыдущие два периода Начинает у сборной России Зиновьев вместе с Морозовым и Зариповым Первое звено на льду И в уборной Словении И так доводит до опасного момента В первой же атаке Словенцы Братья Родмана и Разинга На игровой комбинации Морозова с Зариповым Он, как и органисток, остался сзади Бросал противоохотно Успел Кочевар отбитый душе Горяков с Родоловым и Ковальчуком появляется Ну я напомню, что изначально До того, пока получил травму Алексей Терещенко Именно он появлялся вместе с Родоловым и Ковальчуком Ну а дальше уже В связи с тем, что осталось три центральных нападающих Стали они подстраховывают друг дружку и меняют с местами Счет такого еще Скользко За счет скользких Главный тренер сборной Словении Помните? Мотяж поэтому и так Еще достаточно оптимистично я чувствую Я вот Как вы помните, вы говорили, что Сборная Словении после того, как сборная Германия Набрала очки, стало очень сложно Но я к тому, что сборная Словении так сыграла со Словакой И так играет со сборной России Что у нее есть шансы, по-моему, против сборной Германии Ну так, теоретически Шансы были и сегодня, и в матче с Словакией И сегодня есть Сегодня они еще и попы Поэтому так результат, конечно, есть Я бы сказал, что славянцам как бы так не стоит Особенно грустить при любом результате Радулов передачи Наверное, хотел найти Ковальчука Но Илья уже сместился С того места, куда делал передачу Александр Отпушев Передача на Радулова Радулов отправляет Шайбу в чужую зону Сейчас всей пятеркой россияне меняются Тем же самым занимается и соперник Тичар Сделал передачу фактически Апиноген Ну, по крайней мере, передал Шайбу сборной России Поблагодарил его и попробуем этим воспользоваться Сабо Лич Человек, у которого было больше всего шансов сегодня забросить Но он это сделать не сумел Сумел другой человек О, вот так вот еще могут славянцы Хочевар был готов, кстати Я так чувствую, он ждет таких подвох Ну, в принципе, нормальный вратарь Любой должен контролировать А не расслаблено стоять Контролировать-то да Но ждать такого подвоха, конечно Именно ждать не обязаны Среагировать обязаны, а ждать-то не обязаны Выбрасывание у ворот сборной Словении Так что у словенцев У словенцев звено, которое Заброс, забросило Шайбу Хочевар Матый Хочевар Потому что вратарь Андрей Хочевар Бостян Галичич И Андрей Хебар Автор забросенной Шайбы У нас Тарасенко И Кулемин Вместе с Сергеем Зиновим И пара защитников Никулин и Куликов Куликов Вбрасывает Шайбу Хочевар ее останавливает Пытается активно действовать Россияне в чужой зоне Куликов, Тарасенко Не удалось Шайбу отобрать Но выбраться из зоны просто так Словенцам не позволили Тем не менее они выбрались Добрались до нашей зоны Бросок Набуков в очередной раз Вступает в игру Два-два Словно прокомментирует Я, вы знаете, Сергей Ильич Вспомнил Мы с вами работали Один из матчей Плей-офф Кубка Гагарина Не так давно И там много событий Наслоилось И я как раз Начинал говорить Что у меня это Называется Ассоциация с одним Советским фильмом И потом договорить Не получилось И болельщики Еще потом спрашивали А что за фильм Я имел ввиду Так вот Был такой советский фильм Ничего особенного Даже название Не имеет значения Но там Речь шла о том Что Поменяли на месяц В качестве эксперимента Людей, которые Руководили заводом Ну такой советский Производственный фильм И там молодой человек Который Замещает директора Начальника цеха У него журналист Берет интервью А тот говорит Я не хочу Он говорит Нет, ну скажите что-нибудь Все же сказали Он говорит Я не могу Он говорит Неужели у вас нет слов Он говорит Слова-то есть Но все больше Не цензурные Вот К сожалению Очень Очень Подходит Бостян Бостян Галичич Четвертое звено Сборной Словении Набирает очки С регулярностью Андрей Хебр забросил Теперь Бостян Галичич Радулов За воротами Горной Словении Радулов Лежит Не встает Упал Ему там коньком Достал Все Вдойте Позов Да Мне о том же месте Что именно Никогда Упадало Уже После Северно Бостян Галичич Ассист Борогов Лидия Ачич Радулов 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 Перес Расшадю И Слова Раду Слова 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 Мне кажется Дыхание может быть Да нет Ему по голове досталось Ну как западал коленом Коленом И сначала Локтем ударили Потом коленом Ну локтем Не так сильно Вот коленом Наверное Хотя может и вот 4 минуты Отыграли команды В третьем периоде Митя Шивич И Матый Хочевар В ассистентах У шайбы Бостя на Галич Появилась информация Так что все хоккеисты Четвертой тройки Сборной Словении Сегодня очки Набрали Матый Хочевар Бостян Галичич Андрей Хебр Маличка в сборной Словении Хорошо слышно Но в общем Маличка в сборной Словении Маличка в сборной Словении Кошевца параллельными темпами Играет сборная Канады Со сборной Франции Неважно как она там играет Но Главное играют Там играет Преимущество по выигранному Преимущество по выигранному Брасове 30-22 У сборной России Приятно Приятно быть в каком-то компании Маличка в сборной Словении Скажу Хотя вряд ли он услышит Но Жигу Панцер Надо это иметь ввиду Чтобы заслонить видимость Руталю Вставай перед ним А не за ним Кумик-зону может исходить Александр После игры И рассказать Где кому надо играть Да, я думаю Что он может послушать У него, наверное, нет проблем Пообщаться Нет восторга У Лаислава Александровича Нет восторга и у нас Наверное И все, кто смотрит зоне хоккей Я думаю Что кроме болельщиков В городе Словении Может быть На всю Россию найдется Такое количество людей Ни у кого восторга И нет Горовиков выиграл Борьбу за шайбу Хочевар на чеку Передача Горовикова Бросок с ходу Алексея Морозова Андрей Хочевар Тут как тот Там, где должен быть Третий бросок сборной России В третьем периоде Четыре условия Корнеев Корнеев с Калининым Пока что в своей зоне Не хотел Калинин Но своими передвижениями Явно запутал соперника И все тот же Жига Панца Сейчас еще и упался Тот самый Который за спиной Набокова заслонял Ему видеть Зарипов, Морозов и Горовиков Появились вместе Зарипов Передача на Морозова Чуть-чуть сильнее Чем требовалось Панца Добрался до чужой зоны Первая попытка Броска в Никулина Вторая в Никуда Самое интересное Вот мы играли с Германией И когда необходимо было Там, да 0-1 проигрывали Мы очень резко прибавили И в принципе Там давили подходящее А вот сейчас Даже за этого Нет Что мы добавили И так вот просто Хотим забить Первое звено Сборной Словении Два Ротмана И Разингар Первой парой защитников Кужник и Кранец У нас Ковальчук Кайгородов Куликов Никулин Горовиков Каким-то образом При наличии Трех Центральных нападающих На всю команду Два из них Оказались в одной смене Вместе Я не очень понимаю Логику Честно говоря Ну пока это Наверное Ой Какой бросок Куликова Спасибо Куликову Красавица Ну и как раз Когда я вот Говорил о том Что вот на этой Работинце Вы говорили, да? Вообще просто Говорил что Куликова Ставьте на позицию Левого защитника И просто так Он играет Не просто показатели Что вот он играет В МХЛ Он играет 20-25 минут За игру Он играет В первой бригаде Большинства Клуба Национальной Кокенлиги Один из немногих Наших защитников И действующих Может един И он играет В четвертом Дене И большинстве До этого не выходил Да, если Не считать Равмированного Маркова Первый бригаде В Гончар В Гончар Первую часть Сезона играл В первой бригаде Большинства Вторую По-моему Так он С травмой Боролся 3-2 В пользу Сборной России Как-то Кочувствовал Звучит Фраза Стала Полегче Но в общем Наверное Близко к этому 3-2 Ведем счет Со сборной Словении 13,5 минут Еще играть Так чтобы Успокоиться Надо бы Все-таки Еще одну забросить И тогда можно По крайней мере Не волноваться За результат Матча со сборной Словении Во второй шайбе Сейчас предварительно Унесен Радулов Мне показалось Что никто не подставил Не изменил Братца Куликова Может быть Вот сейчас Момент И 4-2 Ну вот Опять Афиногенов Забивает Сейчас Смерть Вторую шайбу Должны были В принципе Делать Вторую шайбу Амаксим Афиногенов Оформляет Сегодняшний матч Мы видим Что на скамейке Сейчас Раду Хотя бы ожили И действительно Ну и кстати Тут какие-то эмоции появились Можно обратить внимание Кто их и заводил Александр Радулов В кого залетел От Артюхина Или Защитник Я вот так подумал Если бы По первым двум матчам Такие результаты Демонстрировала Фейбольная сборная России Проиграл бы Янцев проиграть Футбол Не страшно Словенцев Обыграли Хорошо А реклама Боих Хороший Корректор А.Егорова О儿 7 минут и 10 секунд позади. В третьем периоде крупным планом на ваших экранах автор дубля Максима Финогенова. Ну, кстати, так и не поменяли в протоколе. То есть, может быть, все-таки Радулов подправил бросок Куликова? Ну, в любом случае, бросок был великолепный. Это унять-нять, да. Быстрый, резкий. Две шайбы в течение 47-й минуты матча. Будем надеяться, окончательно склонили. Чашу весов на сторону сборной России. Выигрывают славянцы. Вбрасывание. И еще 4-3. Но что-то говорить надо, Сергей Иванович. Я вот, знаете, как бы что-то надо. Сами забили. Несчастье, конечно. Да, сами забили получилось свои ворота. Пытался на боку, в общем, близок был. Ну, как бы он... Ну, фото увидел. И, по-моему, закликнул выгодку. Рассчитывает на то, что от головы Калинина шайба будет вверх облететь его ворота. Ну, в общем, понятно, что к Набокову-то здесь особых вопросов нет. Да и к голове Калинина тоже, понятно, что не случайно. Не специально, не случайно. 12,5 минут до конца третьего периода. Тяжелейшего матча, по крайней мере, пока вот по первым. Почти уже 50 минут. А, вот все поменяли. Записали на Куликова, как, собственно, и должно было быть. И на Артюхина. То есть у Феогенова не дубль, а одна шайба. Зато есть шайба у Артюхина. Одна у Афиногенова и одна у Куликова. Как, собственно, все на самом деле было. 8 минут. Отыграли команду, но без двух секунд. Не получилось разыграть врасывание, как положено. Там намного реже стало отыграть Белова сейчас появился. И Тютин. Мы с ним там возились. Конечно, проблема. Серьезная, что вот приходится постоянно варьировать. И вот как раз, опять, не хочется никого критиковать. Но то, что вот необходим же тренер, как бы, защитников, он не просто так стоит. Его задача, чтобы конкретно говорить, кто идет, за кем, среди защитников. Это, чтобы не занимался, допустим, этим быком или за Харкин. Для этого есть третий тренер, который вам в любом нормальном клубе присутствует. Ну, насколько известно, на настоящий момент этим сборной России занимается за там. Я вот смотрю, где он стоит, он не может успевать. Но это из него интервью следовало недавно. Поэтому говорю, это не просто так абстрактный третий тренер там. Или вот у любой команды стоит не менее трех. И там и четыре бывает конкретно. Вот в любом клубе, допустим, в инвентарь, какие-то лиги, есть специально человек, который отвечает за выход игроков. И вот так эта проблема стала. Что вот смена так происходит не совсем удачно. Вот мы с учетом случилось там с Юлиной, похоже. Нет, похоже, все нормально как раз. Вот он сейчас движется потихонечку по лапу. Потому что пропустил подряд несколько отрезков Белов. Он не играл, играли в три пары. Поэтому я и говорю, что... Ну да, я просто смотрю, тетя, сидел-сидел как бы в уголке. И сейчас уже все. Ну, с ним раз разговаривался. С товарищем. Более или менее с ним все должно быть в порядке. Соболич тем временем продрался в нашу зону. Передача вверхом. Сейчас вверхом. Внимать не надо. Радулов. Между прочим, я вот вторую игру наблюдаю. Собоходина Ковачевича. Очень приятное впечатление оставляет. На фоне многих игроков сборной Словении. Вообще на фоне защитников, которых вы здесь видели, в Брасе Словении. Понятно, что это невеликий защитник. Но очень старательный. Сейчас же нет игроков, которые играют после работы. Приходят и играют. Сейчас все играют за день. Поэтому уже можно профессионально относиться к всему. Ну, в Норвегии есть. Вот сборной Норвегии, да? В этой, да. Вот как раз только в олимпийский сезон. Самый раскрученный человек в этой сборной из любителей. Братарь. Вот он в олимпийский сезон. У него есть стипендии. Он может не работать. А в неолимпийский он работает плотником и потом тренирует. Ну, вроде у славянцев нет. У славянцев нет. Но у норвежцев вот здесь один же есть на турнире. Ну, как бы не здесь, а в Кошице. Но все равно в Словакии. Ну, что, у него такая работа там высокооплачиваемая, что он там жертвует хоккей? Ну, как жертвует? Он тренируется просто после работы плотника. Честное слово. Я как бы, когда первый раз про это узнал, я так подумал, ну, наверное, какой-нибудь фиктивный плотник. Потом думаю, ну, а что же не поговорить? Приятный парень. Поговорили на эту тему. Он сказал, ну, я, конечно, хотел бы так. Играешь в хоккей, тренируешься, играешь в хоккей, тренируешься. Но, к сожалению, на жизнь так не хватает. Бывают такие страны, где игрокам в сборной не хватает. Ну, что, хороший момент. 3-2 в атаке. Зиновьев, Зарипов и перевод на Морозова. Шайбу сохранили. Морозов, Зиновьев. Падение. Кто-то из славянцев сейчас. Холюшкин сумел прервать передачу. Это Грегри Кужник, защитник. Зиновьев. Оттеснили его от шайбы. Сообща и попытка контратаки сборной Словении. 9 минут еще до конца третьего периода. Бросок. Отлетает от Набокова. Но, по счастью, не на том, что Розингара, который был неподалек. Рядом со штангой бросал Данис Зарипов. Длинная, получается, смена у нашей тройки. Ну, и они молодцы. Они сумели, в принципе, задержать шайбу в зоне соперника. Там могла быть опасная контратака, но хорошо поборолись. Но они уже так минуту слышны на льду. Ну, в данном случае то, что славянцы тут тоже начали меняться, как раз как будто бы спокойно поменяться и нашим первым разумом. Появился Горовиков, Радулов. Ликует стадион. 4-4. 8.32 до конца третьего периода. Рок Пайч. Человек символичный, мы видим за этого матча. Рок. Я бы даже сказал, тяжелый такой рок. Насчет ассоциации матча со Словаками, там хотя бы один забили не четыре. Я не про Словак, а про Славец. Ликует Капитер, поздравляет своих хоккеистов. 4-4. Надо забрасывать еще. Но времени достаточно, в принципе. Безусловно, прибавлять надо и атаковать, и бросать. И просто работать действительно на поле. Сейчас повезло, что положение игры зафиксировал Лайсман, потому что потом от клюшки и корнями шайба сладит за пределы поля. Да, Тикар боролся с ним. Тичер. Автозаброшенный шайб как раз. Но последним-то касался на злощики. Кстати, нет. Рок Пай чахтер забросанной шайбы, а Рок Тичер в том году в итоге боролся. Хотя я думаю, что большинству наших болельщиков, в общем, не важно, какой это будет. Узнаем после рекламной приставки. На первую очередь, он правит. Спасибо. 7 минуты 50 секунд до окончания третьего периода матча между сборными России и Словении. Хоккей, чемпионат мира. Россия-Словения 4-4. Зиновьев-Зариб-Клуморозов. Калинин. Да, Калинин. Мы уже говорим уже начали. Никулин и Белов. Россия-Словение 6-1. Максим Анатолийов. Калинин! 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 Да, ответственность уже и надо, что игроков стало давить. Посмотрел даже, уже внимательно в обороне цели действовать и как бы не атаковать. Там уставшие соперники там пытаться, как обычно играя в сборной России, как все время говорил Захар Пин, что мы играем в активный хоккей, в тотальный хоккей. Ковачевич в зону вошел, Райдингар, ну так, в направлении ворот, куда-то там. Пустил на правую шайбу, но не очень далеко с воротами разминулся. Осталась шайба в зоне, бросок. Защитник набрасывал, а нападающий из сборной Слави не пытался подправить шайбу. Вот момент. Мог возникнуть момент сейчас у Дэвида Ротмана. Первая тройка на льду у славянцев. Не буду банальности говорить, что от них основная угроза, и кто-то, кто забрасывается в основном, не они. Те, кто больше времени проводит на льду, чем остальные. Калинин получает шайбу от Радулова. Два славянца за своими воротами способны помешать друг другу, в общем. Теорема только что была доказана. Вытолкали Радулова с пятачка, Ковальчук и голова. Голова. Хочевар отступает в игру и выручает сборную Славини. Так, с Харасенко и Кулюбин не играют. Выигрывает в братстве не Алексей Каегородов. Передача на Тюшова от Максима Афиногенова. Ну, а дальше... Дальше не сложилось. Нарванул Артюхин. Эпизод был отыгран. Игра была остановлена. Афиногенов. Артюхин. будет ли кто его атаковать ну так из любопытства по сути отобрать то у него шайба смотрел кому еще там товарится одного толкнул второго но займута подъедет будет основание товарик правильно так совсем без оснований тоже как не совсем удачу и ведь этим же локтем двинулся защитники с командой загибать подвум подряд без оснований нехорошо одного нормально завершается 55 минута матча за собственными воротами шайбы потерял ворота в него и гарифов выпускает шанс никулин простреливает гарифов шайба не устает в какой момент у донисы был соболич тот самый который создал шанс для нашей атаки в зоне сборной словении пытался организовать уже от от своих не получилось зарифов отправляет шайба в нашу зону последние пять минут пошли да и функционально то мы выглядим неважно галичича встречает горовиков на этом атака сборной словении заканчивается ковальчук в одиночку бросок из под игрока но на самом деле получается в игрока соперников конек попадает демьену берварича ответ словенцев конца на боков за ворот переправляет шайбу ну вот и радулов наконец и забивает шайбу очень важную красавец поборолся все сделал упал боролся и забил 54 за три минуты сорок одну секунду до конца встречи на сборной словении выходит вперед сборной россии в своем стиле александр забил вальчук и веревиков или вы передать три минуты и 35 секунд до конца третьего периода девятая шайба в этом матче только что состоялась но еще пока пока нет сиреной об окончании матча по такому матчу по такой игре сейчас заранее что-то говорить просто как-то уже славянцам и скажу это в двухпотейных шайбах очень повезло конечно там такие рикошеты но не забил не поспешил сейчас артюхин его никто не атаковал паузу сделай сейчас пас офис а а а а а а а а Горовиков и Ковальчук. Новая система Курадуа. Не забил Артюхин. Сдвинул затем ворота кто-то из игроков сборной Словении. Ну и вбрасывание в ворот тоже Словении. Так получилась символическая ошибка. Записали гол на Радулова, умрали, а он все равно забил. Раз уж записали, как не забить? Ну у него огня как раз в отличие от многих игроков сегодня достаточно. Ну и он как раз был, заводил ее на лавке, когда наконец пошло дело с заброшенными шайбами в третий период. Хоть кому-то надо делать это. О том и речь. Если это делают игроки, то пускай это будет Радулов, который... Зажечь умеет. Который в этом плане, да. Как и во многих других, многим пора, да. Ну заброшенные им шайбы для него-то безусловно важны. Очень важны. Так давно не получалось у него заброшенных. Не забивал и все. И мы уже отмечали, что даже уже настолько неуверенно стал в таких моментах действовать, что перестал бросать. Но сегодня вот момент был показательный. Как раз. Три метра до ворот. У трех метров вместо броска передачи. Ну вот наконец забросил. Может быть больше так не будет делать передачи. Может теперь вспомнит, как забрасывал. И делал это многократно. Так, ну что, 2.42 до конца третьего периода. Горовиков, Ковальчук, Куликов, Атюшов, Радулов. Пятерка сборной России. По правому флангу в чужую зону. Бросок. Со второй попытки бросок получился. Но тут начинка оказалась Андрея. Теперь Радулов будет уже бросать. И все. Для него еще раз говорю, что это важнейший момент будет. Ну, Ковальчук теперь. Ну, опять мы говорили в первой игре, что получается, что такое взаимовложение там Ковальчука там с Радулом. Так, ну, серьезные ребята. И вот ищут передачи, чтобы... Ну, и Ковальчук забился. И Радулов забил. В результате в первой игре пострадала командная игра от этого. Ну, вернее, результативность. Так, и сегодня таких моментов достаточно много. Мы успели смениться все-таки защитники сборной Словении. А там сейчас вдвоем против вратаря выходили наши нападающие. Полторы минуты, чуточку больше до окончания третьего периода. Сейчас отыграть внимательно. Полторы минуты. Ничего не надо больше. Просто внимательно. Паич закатился, как большой мастер в зону. Дальше, правда, не пошло. Если сейчас будет остановка, наверное, еще тайм-аут повозьмет тренер сборной Словении. Ну, в этом есть логика. Его ведущие токеисты более чем устали. То, что не забил, ладно. Почему опять один был? Ну, да. То, что нас в данном случае, как так правильно вытекать, простил, да, наверное, Митя Шивич. Здесь любопытно, как он там один оказался. Танцовка игры, когда все внимание... Полторы минуты внимательно. Красили бы, не получилось. О, ой, как здорово получилось. Ну, наконец-то из вино Морозова забрется. Теперь можно вдохнуть спокойнее. Вот теперь. Какой пас, красавцы. За 38 секунд до конца матча стало понятно, что будет 3 очка. Вот тот момент передачи Паичи. Действительно, один оденешенек. Вообще один оденешенек. Сейчас хорошо, конечно, забили потом, но вот в этом эпизоде... Красиво получилось очень. И пас, особенно Зиной, посмотрите, коньком. Разорвали. Перед этим Зарипов был великолепный. Он должен был забивать. Просто очень важно, что эта тройка забросилась. Если искать позитив во всем стремиться, я вижу три пункта. Во-первых, Набокова сегодня загрузили игрой по полной программе. То есть у него практика была более чем. Радулов забросил. То, чего давно ждали. И, в общем, то, что ему совершенно точно...